МОТОРЛАЙФ.РУ Сегодня у нас есть уникальная возможность протестировать настоящий бронетранспортер БТР-82А. МОТОРЛАЙФ.РУ Вооружение бронетранспортера «Пушка-272». Кроме того, сюда можно установить дополнительно пулемет, а еще есть система, которая создает дымовую завеску. Ну, а теперь пора переместиться на рабочее место водителя. Вообще, есть три способа, как управлять этой машиной. Во-первых, это боевой, когда все люки закрыты, и вы смотрите на дорогу посредством вот таких вот, так называемых, тримплексов. Второй способ – это походный. Открывается вот такой лючок, и вы можете смотреть на дорогу через маленькое лобовое стекло. Ну, а третий способ, вот такой, высунувшись немножко в люк, появился благодаря солдатской смекалке. Так видно куда лучше. Принцип управления бронетранспортером точно такой же, как и на любой легковой машине. Три педали, селектор, коробки передач и, собственно, руль. Расположено все для обычного автолюбителя, обычного водителя, не совсем в обычных местах. Руль слишком низко, педали расставлены шнуроко, но к этому можно привыкнуть. Буквально за 10 минут. Здесь четырехступенчатая трансмиссия, раздаточная коробка, можно включить пониженный ряд. В общем, все условия для комфортной езды там, где не то что дорог, вообще ничего нет. В ходу сцепления привыкаешь тоже достаточно быстро, хотя сцепление схватывает в самом верху. Но самое дискомфортное за рулем БТРа, это обзор. Даже несмотря на то, что у меня голова торчит в люке, я практически ничего не вижу. Нече и желтый съедет. Четыреста пятнадцатая база, ответьте. Комфортной динамики следить достаточно сложно, но в принципе БТР способен разгоняться до ста километров в час. Но вот по такой пересеченной местности, как здесь на полигоне, крисерская скорость примерно 40 км в час. Вот никак я не могу совладать с коробкой передачи, у меня не получается переключаться на ходу. Приходится останавливаться и вдыхать вторую. Но это дело привычное. Заглохло, да? Если вы забрались на этой машине в такое место, что уже не выехать, можно отрегулировать давление в шинах, просто стравить его, чтобы увеличить свои шансы на то, чтобы выбраться из какой-то ловушки. Но я себе славу представляю вообще, где эта машина может застрять. Наверное, не стоит удивляться тому, что каждое действие за рулем дается нелегко. Вот, и нужно прикладывать не тюжую, а в натурскую силу, чтобы переключить. Незачу нажать педаль, не держивать, резать тормоза, газа. И руль, надо заметить, ну, извините, мешонный всяких там вывезу, очень пугой. А еще, кстати говоря, в салоне жарко. В голове тут очень даже ничего, а вот все, что ниже, шея, уже запарилось. Разумеется, никаких систем кондиционирования тут нет, только печка. В общем, свои привычки за рулем GTR-а чувствуют себя не очень комфортно, но зато очень увлекательно выздить на этой машине. И поражаться тому, где она может проехать. А теперь нас прокатит опытный водитель, и мы отправимся туда, где должен сидеть в десант. И посмотрим, как себя чувствуют пассажиры бронетранспортера. Сзади в салонке ищутся шестеро. Три с одной стороны, три с другой. Двери здесь двойные, очень тяжелые. Чтобы закрыть нижнюю, надо потянуть вот за такую петлю. Все, можно ехать. Надо заметить, несмотря на то, что мы едем вот по таким буракам, трясет здесь не сильно. Не знаю, чем это обупловлено, но реально ехать комфортно. Конечно, немножко кружится голова, потому что вы не видите то, что происходит снаружи. Но, в целом, тут реально удобно. Для того, чтобы отстреливаться, здесь есть вот такие вот бойницы. Они поворотные, а стекло такой толщины, что пуля не пробьет. Что касается комфорта, то здесь панели, оббиты таким мягким материалом, есть ручки и, пожалуй, все. Я не знаю, какие расстояния это будет преодолевать бойцам, сидя вот здесь, но я считаю, что я бы, наверное, километров 50 бы выдержал. Выдержал. Четыреста пятнадцатый, почему не отвечаете, а база ответьте. Ну, броня тяжелая. Смотрите, смотрите, моторлайп, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok